Убить на опережение. Жители Павловского района убеждают ликвидировать всех свиней на частных подворьях. Когда в районе объявляется карантин по африканской чуме свиней, всех свиней умерщвляют принудительно, мясо изымают, а людям выплачивают компенсации. В Павловском районе карантин не объявлен, но представители местной власти и ветслужбы обходят деревни и уговаривают очень настойчиво частников избавиться от свиней. Вот свиней у меня, здесь всего три свиноматки. Вот в январе месяце она опоросится. Но как ее зарезать, я не знаю. Там же дети, они, пускай они поросятся. Вот как их резать? Вот это маленькие поросята. У меня уже сердцем плохо, даже вот тут сказали, что убирать всех. А чем жить, я не знаю. У нас идет здесь свиная чума. Болеют кабаны вот эти дикие. Отстрел не идет. И нас заставляют, чтобы всех свиней убрать. Всех перерезать и убрать. Как бы они заразились, как бы вот инфекция, или же эти вот с автоматами приедут, будут отстрелы вести. Но почему у наших свиней забивать, а не диких кабанов отстрелять? Ну, на том основании, чтобы не распространялась чума свиная. Ни документов, ничего они не предоставляют. Ну, никаких доказательств, то есть на происхождение этой чумы нет. Ну, это только вот по словам говорят, то, что она идет. А правда, это неправда еще. Тоже никому ничего не ясно. Да, говорят, что кабанов находят, но опять же, никаких подтверждений. Вот здесь его поймали, вот здесь вот как вот нашли этого мертвого. Прусенка маленького здесь. Дети нашли его, вот сказали лесникам. Лесники приехали, на микроавтобусе забрали, увезли на экспертизу. И они как бы подтвердили, что да, он заражен был чумой и погиб от этого. Иди сюда, моя девочка, мальчик, мальчик. Вот, мои красавицы. Это специальная каша, я все варю. Большим свиньим тоже варю. Сухого я им не даю, чтобы ни одной инфекции не попал туда. Вот этим я, как говорится, дефицирую. Весной и летом, как говорится, делаю коврики. Вот, прохожу, вот так, вот. Вот корма. Вон там в клетке у меня корма. Вон, в общем, 7 тонн я привезла кормов. Куда мне их девать? Пенсию мне 8 тысяч. Минималка. Вот, как жить, я не знаю. Столько лет держать скотину и бах, под забойню сразу. У меня вся жизнь прошла на этой скотине. С этой эпидемией вырезать. Это моя красавица, это моя красавица. У нас ведь это испокон веков были поросят, у всех. Я прихожу к ним, разговариваю с ними. Рождается поросенок. Это моя жизнь, я не могу без этого. Я не знаю, как, что, чего. Даже, знаете, вот, не понять. По данным Ветнадзора, в последние годы резко увеличилось число вспышек африканской чумы свиней. За 16-17 годы вспышки были выявлены более чем в 10 районах Нижегородской области. В карантинной зоне всех свиней уничтожали. В Павлове на частных подворьях заболеваний нет, карантина нет. Очаги только в дикой природе. Но ветеринары уверены, что летом, скорее всего, инфекцию занесут. Люди будут ходить в леса. Среди диких животных заражены многие. Выявлено более 10 голов кабана. Диагноз африканская чума свиней – это вирус. Когда из дикой природы он придет в населенные пункты, остается чисто риторический. Тут единственный мир борьбы – это уничтожение на территории, где это возникло, всего свин по голове. Мы просили людей максимально быстро избавиться от свиней, воздержаться от разведения этих свиней. Не просто в 2017-2017 году, а рассмотрели этот вопрос года на три. Кстати, в качестве альтернативы ветврачи предлагают частникам и небольшим фермерам заняться разведением кроликов.